Всем привет, ребята, вы на канале Джулия Джулии и с вами Юля. Сегодня будет такое небольшое видео про учебу, хотя может быть я сейчас говорю небольшое, но там выйдет на 30 минут, потому что сначала я хочу вместе с вами собрать новую канцелярию на новый семестр и также показать вам, что мне прям очень нужно было из канцелярии в семестре, ну и просто каких-то принадлежностей. Сегодня будет очень много всего, что касается учебы. Также потом я хочу сделать небольшой такой разговор по душам, то есть просто поговорить, рассказать вам, что мне нравится, что не нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой ютуб-канал, ссылочка, кстати, на телеграм-канал в описании, там я каждый день с вами, поэтому подписывайтесь, жду вас. И поэтому сегодня давайте начинать, буду вам рассказывать все, погнали! Все субъективно, то есть это лично мое мнение, это моя оценка, нужны мне эти вещи или нет, что купить и так далее. Я учусь в Российской Таможенной Академии на экономическом факультете на направлении финансового менеджмента. Вот у меня студенческий, вот у меня тут студенческий. Наверное, многие спросят, зачем тебе вуз-пенал, там как бы по факту нужна только одна ручка, но знаете, честно сказать, что я просто, наверное, со школы еще так привыкла, что моя мотивация, вообще просто мое настроение зависит также и от того, что я беру с собой. Показать сначала все пеналы, которые у меня сейчас есть в вузе, конечно, их намного меньше, чем в школе, потому что многие я отдала сестре, многие просто выкинула, потому что, ну, правда, их много не нужно, но покажу вам, что вообще у меня есть. Во-первых, я люблю сейчас маленькие пеналы, потому что многое мне складывать с собой не нужно, под конец семестра у меня вообще там была одна, знаете, ручка, которая так еле писала, потому что я все никак не могла купить себе нормальные ручки. Четыре пенала, именно старых, это вот такой пенал от Lilka, ну, как старый, я их в течение года покупала, или в начале года, такой вот пенал, он прям очень удобный, именно тем, что он небольшой, и сюда помещаются текстовый делитель, ручки, самое такое нужно, необходимое. Это вот такой пенал, он был у меня в одном из боксов, вроде бы бокса, считай, города, но, честно, этот пенал не очень мне нравится, потому что он, во-первых, видите, вот такой вот как будто бы грязный, хотя я ходила с ним не очень долго, поэтому пенал не супер практичный. Попала еще в школу в 11 класс, это пенал от Philraven Kanken, он мне очень нравится, классный, внутри даже у меня тут есть линейка, вот такая, ну, что, я думаю, классная линейка, так что пенал бомба. И последний, это пенал тоже, вроде бы, с Алиэкспресс у меня, тоже хороший, небольшой, вместительный, поэтому часто с ним также хожу, и удобно, его можно стирать в стиральной машинке, и все с ним в порядке, уже стирала, наверное, раза два. И дальше это новый пенал, который я заказывала в конце года, пенал от ZAKA.ru, это пенал в гуси. Будет у меня новый пенал на учебу, вот такой вот с гусями, ну, правда, прикольный, почему бы и нет, просто он удобный, он похож на вот этот пенал, только видите, что он черного цвета, и немного из другого материала, то есть мне кажется, что он будет намного практичнее, удобнее. И одной из моих самых любимых вещей являются текстовые делители, они, на самом деле, как в школе мне постоянно нужны были, так и в вузе, даже, наверное, честно, в университете они мне больше пригождаются. Я купила вот такие вот тоже еще в конце декабря, это была вся посылка ZAKA.ru, поэтому, если я буду говорить от ZAKA, значит, я купила их в конце декабря. Такие вот милые маленькие текстовые делители, как написано, 6 милых мини-хайлайтеров, и они в виде котеек, такие вот прикольные, почему бы и нет, но, правда, поднимают настроение, очень милые, и тут можно много брать с собой цветов, и в пенал все влезает, потому что часто, знаете, хочешь взять побольше текстовых делителей, разных цветов, но в пенал не влезают, а тут вот так вот кладешь их, и все. Я очень люблю ручки, поэтому тоже их заказала ZAKA.ru, вот такие вот, они перламутровые, я уже ими пользовалась, рисовала, и мне они понравились, но ручки я буду, конечно же, брать не все, вот оттенок, такой оранжевый, красный, красивые, и тоже почему бы их не взять, поэтому складываем в пенал. Дальше, наверное, одна из самых-самых важных вещей, это флешка. Флешка, правда, очень часто пригождается в УЗИ, поэтому, как только вы поступаете на первый курс, купите обязательно флешку. Возможно, в каких-то факультетах по-разному и направлениях, но у нас в УЗИ всегда нужна флешка, у меня она, поэтому, находится в пенале. Дальше я беру вот такие вот стикеры, вы спросите, зачем они также мне нужны? Они мне нужны для того, чтобы помечать в самих, допустим, конспектах необходимые темы, тоже я часто ими пользуюсь. У меня уже закончилась одна такая вот, так скажем, пачка стикеров, и поэтому сейчас я вот открыла новую, тоже складываю. Решила сейчас положить такой вот новый карандашик, он у меня еще с сентября, до сих пор новый, потому что карандаши в УЗИ, это, наверное, одна из самых бесполезных вещей, но если вы не учитесь на каком-то направлении, где нужно там, допустим, рисовать и так далее, а так я справляюсь без карандашей, даже в школе я редко пользовалась карандашом, потому что я считаю, что это не очень удобно, есть ручка, зачем он нужен. Но также я беру, конечно же, ручки, которыми писать, и честно, у меня с этим всегда проблемы, они очень быстро заканчиваются, когда ты много пишешь. Я очень много пишу и люблю много писать, поэтому ручки у меня просто улетают на раз-два, поэтому у меня осталось сейчас две вот таких ручки, я их недавно купила, положим их пока что. Ну и на самом деле вот в магазин как-то все не хочу зайти, не могу. Наверное, пригодился на математике, когда были какие-то контрольные, потому что телефон как бы нельзя использовать, а есть какие-то задания, которыми как бы долго очень решаются, и можно пользоваться калькулятором, чтобы решить намного быстрее, потому что там задания реально очень большие, и калькулятор нужен, но пользовалась я им вот раза два, наверное, за семестр, но все равно положу в пенал, вдруг в этом семестре он реально понадобится. Так что, в принципе, это весь пенал, который можно с собой взять. Я еще положила в пенал, это бальзам для губ. На самом деле, конечно, бальзамами для губ пользуется не каждый, можно их не брать, но я просто часто-часто пользуюсь им, поэтому беру с собой, складываю именно в пенал, чтобы не забыть. Вот так у меня выглядит, я заказала недавно новый прям бальзамчик для губ, он у меня с лимоном. Кстати, друзья, я думаю, что многие, кто сейчас смотрит это видео в одиннадцатом классе, и скоро, конечно же, все-таки уже сдача ЕГЭ, уже даже наступил 2023 год, поэтому, как бы грустно это ни звучало, но совсем скоро многие одиннадцатиклассники, конечно же, сдают ЕГЭ. И, знаете, есть такой стереотип, что вот русский язык — это самый такой легкий предмет на экзамене, каждый год многие люди надеются на удачу и думают, что к русскому языку совсем не нужно готовиться. На самом деле это не так, потому что к русскому языку необходимо готовиться, я сама сдала его на 94 балла, но эти 94 балла я получила лишь потому, что я готовилась к этому экзамену. Я хочу вам посоветовать сейчас очень классный канал, который я нашла на ютубе, и который вам точно поможет подготовиться к ЕГЭ по-русскому на высокие баллы. Называется этот канал «Русский язык» с Нелли Лотманом. Нелли проводит прямые трансляции по темам, необходимым для экзамена, есть разборы тестовых заданий. Нелли поможет как с запоминанием орфографии и пунктуации, так и с написанием сочинения без грамматических и речевых ошибок. Помимо этого у нее на канале есть видео просто с лайфхаками, которые вам помогут намного лучше сдать экзамен, и с советами по подготовке. Чтобы подготовиться к ЕГЭ по-русскому языку, необходимо просто подписаться на канал, поэтому ссылочка в описании, подписывайтесь. Кстати, сама Нелли закончила направление «Зарубежная филология», сдавала трижды ЕГЭ по-русскому языку на 90+. В онлайн-образовании она уже четвертый год, поэтому ей точно не страшно доверить свою подготовку. Оставляю ссылочку на данный интересный канал в описании. Не забывайте, что вы поступаете по сумме баллов, поэтому все предметы учитываются одинаково, потому что суммируются вместе. Поэтому не забывайте про русский язык и готовьтесь качественно. Наверное, то, что бы я точно посоветовала купить, это блочные тетради. Я купила всего две блочные тетради на начало года, и очень пожалела, и докупила еще две. Эту я заказывала на Валберес, эту я покупала вроде бы в магазине Лилка, честно, уже не помню. Но вот она была у меня на начало года, и я думала, что я в ней буду ввести все предметы, но, честно, не очень удобно ввести. В одной тетради прям очень много предметов, максимум я ввела где-то 3-2 предмета, и все. У меня уже есть такие вот листочки, синие, допустим, и просто обычные, я покупаю разные. У меня тут даже есть один разделитель, и закончились в прошлом семестре. Тут у меня было право, БЖД, то есть безопасность жизнедеятельности, и вроде бы все, два предмета тут было. Поэтому тетрадка точная, удобная, классная, советую. У меня есть разделители новые, я купила, получается, тут А5, 5 листов, тут разные цвета. И вот у меня на новый семестр как раз-таки новые разделители. Получается, тут всего 10 штук. В Ашане самые-самые дешевые сменные блоки, они стоили 36 или 40 рублей. И вот такие вот я тоже цветные покупаю, там есть голубые, есть розовые, разным цветом, прикольно, интересно. И, конечно же, намного выгоднее покупать, чем на Валберес и в других магазинах, маркетплейсах. Советую лучше в Ашане, там дешевле всего. Скажу, что я покупала на начало первого курса, но так и не воспользовалась. И почему, и буду ли пользоваться. Первая такая вот тетрадка, возможно, я буду и пользоваться для какого-то предмета, потому что она довольно-таки большая, красивая, интересная. Но всегда, честно, удобнее использовать в блочной тетраде, ты туда сложил несколько предметов и все. Вот этой, наверное, вряд ли прям буду пользоваться только для ежедневника, может, каких-то своих записей, потому что она очень тоненькая. И, честно, на какой-то предмет, если там мы вообще писать не будем, то, возможно, ее можно использовать. Но так она прям очень-очень тоненькая и небольшая. Дальше это вообще не тетрадь, просто почему-то тут лежит, это такой, так скажем, скетчбук, но пока, честно, я ничего не рисую, я тоже планировала использовать ее как тетрадку, потому что преподавателям, честно, ну не особо прям важно, где вы именно пишете, главное, чтобы вы писали, и у вас были все лекции, поэтому можно использовать какие-то вот такие, думаю, тетрадки, ничего страшного, но я пока что не использовала. Далее это вот такая тетрадка, она тоже тоненькая, я ее покупала вроде бы в лилка, она небольшая, поэтому я ее никак и не использовала, но, возможно, тоже на какой-нибудь предмет можно будет использовать, кстати, возможно, я буду ее использовать для английского, потому что английский я в прошлый раз ввела 48 листов, то есть семестр, и сейчас в новом семестре тоже можно использовать 48 листов. И есть последняя тетрадка, даже тетрадка тоже скетчбук, я тоже думала использовать как-то для каких-то записей, возможно, буду использовать, возможно, нет, но тут очень много листочков просто белых, поэтому я ее и взяла. У нас шел предмет один семестр, поэтому я использовала такую тетрадку 48 листов, вторую у меня была, и, в принципе, возможно, тоже буду использовать. Дальше у меня тетрадка подписана как информатика, но тут не было информатики, поэтому вот такие тетрадки у меня остались еще с прошлого семестра. Буду их использовать, и, в принципе, докупать ничего, скорее всего, не буду, если только сменные блоки. Так, дальше я вам покажу сейчас, что я использую вообще на учебу, именно из сумок и так далее. Начнем с этой сумки, но я ее прям недавно купила, еще даже не успела, конечно, ходить с ней на учебу, но сюда, честно, не влезают тетрадки, поэтому можно, конечно, попробовать, но такую решила вам тоже показать, просто черная, и как бы подходит немного на учебу. Дальше эта сумка, которую я ношу, когда у меня, допустим, там две пары, и небольшие тетрадки, допустим, как английский язык, то есть у меня это 48 листов, и деловые коммуникации. У меня тоже была тетрадка 48 листов, сюда прекрасно помещаются, да даже тетрадка обычная, блочная, тоже сюда пойдет, поэтому, когда у меня мало дисциплин, допустим, в один день, я ношу вот эту сумку, она удобная и, в принципе, легкая. Мой рюкзачок, но я его тоже не часто ношу, потому что сюда не все тетрадки помещаются, он мне нравится, он прикольный, такой, знаете, прям красивый, розовенький, и бывает, я его с собой беру. Далее это шоппер, тоже бывает хочется взять с собой шоппер, и я его, конечно же, тоже заполняю, тут беру все, что мне нужно, он еще на молнии, поэтому это еще удобнее, либо я часто его беру просто для физкультуры. Честно, иногда этой сумки прям очень-очень много, то есть тут очень много места, и иногда я как раз-таки лучше ношу те сумки, которые я вам только что показала, потому что в них намного удобнее, и они меньше. Но когда мне нужно прям очень много всего, распечатки какие-то там, допустим, еще дополнительные дисциплины, тетрадки, учебники, я беру обязательно с собой эту сумку, она мне больше нравится, и, конечно же, удобнее намного. Это, наверное, то, чтобы я точно посоветовала купить, после того, как вы уже узнаете, что вы точно поступили, потому что это принтер. Возможно, кому-то он не нужен, потому что, допустим, вот мне подружка говорит, что она вообще не пользуется принтером и так далее, но мне он всегда нужен, честно, я прям вообще обожаю все печатать, я и печатала очень много чего сейчас за первый семестр, вот папочку я положила бумагу, тут она у меня лежит, хранится, и уже, наверное, вторая пачка бумаги, но, правда, я очень люблю все печатать, поэтому я сразу же, как у меня появилась возможность и, собственно, средство, купила себе принтер вот такой вот, он, правда, немножко тут уже поцарапанный, но это просто от того, что когда вот так вот его открываешь, я, видимо, его немного поцарапала, но, честно, вообще все равно, главное, чтобы он хорошо работал, и, в принципе, он нормально работает, функционирует, все печатает, поэтому покупайте, вот, кстати, модель, наверное, вот эта, и он на Валбере стоил очень дешево, вроде бы 6 тысяч, поэтому я сразу же его купила и нисколько не пожалела. Я сейчас с собой беру просто такую вот бутылочку с водой, она красивая, интересная, когда беру с собой большую сумку, которую я вам показывала из магазина Сенсей, где несколько отделений, то беру с собой еще бутылочку для воды. Я сейчас буду говорить, опираясь на первый семестр, потому что второй семестр я пока что еще расписание не видела, так что буду говорить, что было именно в первом семестре. У нас пара никогда не начинается с 8 утра, у нас в школе всегда уроки начинались с 8 утра, каждый день это было просто ужасно, а тут у нас была всего один раз в неделю пара в 8.30, вы подумаете, 30 минут, 8 утра и 8.30 вроде бы одно время, но на самом деле 30 минут утром это просто самые лучшие 30 минут, поэтому всегда очень важно, и мне на самом деле намного проще, когда пары начинаются в 8.30, а не в 8 утра, ну и конечно у нас в 8 утра такого времени нет, поэтому это огромный плюс, и также, конечно же, пары в 8.30 не каждый день, у нас в первом семестре была всего лишь один раз в неделю пара в 8.30, и то она была либо по четным неделям, либо по нечетным, да, кстати, в вузе еще делятся недели, у нас была четная неделя, была нечетная, то есть в зависимости от недели, то есть либо четная, либо нечетная, менялись и количество пар, в какой-то день могли быть, допустим, там 4 пары по четным неделям в этот же день, но нечетная неделя была 3 пары. Кстати, также к парам и их количеству, наверное, самый лучший плюс, это, конечно же, также, что у нас, допустим, не будет 6 уроков по разным дисциплинам, то есть, допустим, 6 уроков, это получается 3 пары. Обычно у нас идут несколько пар одной дисциплины, то есть, допустим, там 2 пары, одна это лекция, вторая это ПЗ, история это было ПЗ, потом у нас, получается, шла экономическая теория, 2 пары, то есть у нас всего было 3 пары, но дисциплины 2. Это на самом деле очень классно, потому что в школе бывало так, что сразу 6 уроков, это все разные предметы, нужно ко всем готовиться, еще там ты не знаешь, что будет, тебе будет объяснять тему, или ты будешь готовиться, там, вздавать какую-то контрольную, самостоятельную. Нет, в вузе такого нет, то есть, если у вас практическое занятие, то вы, конечно же, должны быть готовы к нему, как бы знать материалы и так далее, потому что на практическом занятии вас могут спросить. На лекциях редко спрашивают, чаще это просто преподаватель вам объясняет новую сему, новый материал. Конечно же, ты сразу знаешь, тебе нужно готовиться к лекции, или у тебя практическое занятие, не нужно готовиться, это на самом деле круто, но бывает, кстати, у нас, допустим, в расписании написано лекция ПЗ, то есть, так скажем, черточка, и написано либо лекция, либо ПЗ, то есть преподаватель сам решает, что у вас лекция или практическое занятие, но чаще мы тоже обговаривали все заранее, в какой день у нас практическое занятие, в какой лекции. В рабочей программе мы должны все соблюдать, то есть сколько лекций, сколько практических занятий, И от этого мы отталкивались, и иногда, вот, было на каких-то дисциплинах, выбирали именно, в какой день у нас будут практические занятия, в какой день лекции, чтобы точно знать и быть готовым к тем или иным, так скажем, парам. И три пары все равно легче, чем шесть уроков разных, поэтому это, конечно, плюс. Что мне также нравится, наверное, перерывы по 40 минут, и у нас также есть по 10 минут и по 40. По 40 минут это чаще всего днем, иногда просто хочешь посидеть, допустим, просто отдохнуть, и знаете, в школе эти перерывы по 10 минут, по 15, ты не в столовую не успеваешь сбегать, не просто где-то подкрепиться, покушать, не просто отдохнуть. Это огромный плюс, что есть перерывы по 40 минут. Мне нравится на самом деле форма, у меня в школе была также форма одежды, но, честно, она мне вообще не нравилась, у нас были платья еще с фартуками, я фартуки никогда не носила, ну, правда, это был ужас, честно сказать. А тут мне прям нравится наша форма, как это все выглядит, и особенно я как бы вообще обожаю ее, поэтому мне очень нравится носить форму. Есть электронные платформы, я думаю, что есть они в многих университетах, но у нас, получается, подключены вроде бы 4 или 5 платформ электронных, где есть, так скажем, электронные библиотеки. Самая моя любимая платформа, это платформа U-Write, я там постоянно беру какую-то информацию, именно электронные книги, не всегда ты хочешь идти в библиотеку, брать книгу и так далее, и проще просто дома зайти с компьютера на твой аккаунт, который тебе создал, собственно, университет, и найти ту литературу, которая тебе нужна, которую тебе рекомендовал преподаватель. Или, что мне еще нравится, что вот у нас зачетки хранятся в деканате, потому что, честно, во время сессии, когда нужно было постоянно ее носить с собой, там, на все пары, там, потому что не знаешь, когда, там, допустим, ставить зачет или нет, либо забываешь, а тут прям удобно, что у нас всегда зачетки носит староста, то есть все зачетки вместе, и ты точно свою не потеряешь, потому что, знаете, иногда ты переживаешь, что потеряешь где-то студенческий билет, а тут еще и зачетка, это еще плюс один документ. На каких-то, возможно, факультетах делают презентации реже, но у нас мы прям очень часто делаем презентации, я не знаю, сколько я вообще презентаций сделала за этот семестр, но, правда, очень много, даже, наверное, знаете, за пару лет в школе я не делала столько презентаций, сколько за один семестр, в этом нет ничего плохого, мне, наоборот, нравится, я люблю делать презентации, так узнаешь еще больше материал, потому что ты в нем, как бы, так скажем, копаешься, то есть смотришь, ищешь, и так намного лучше запоминается что-то, допустим, все презентации, которые я делала, у меня тот материал своих презентаций намного лучше усваивается, и также еще я развиваю свое, так скажем, ораторское мастерство, потому что все-таки, когда ты выходишь, именно рассказываешь презентации, стараешься не подглядывать на листик, стараешься не смотреть, там, допустим, в экран презентации, стараешься сам рассказывать, и я вот прям вижу, как я меняюсь, как я уже намного увереннее рассказываю презентации, потому что в школе мы их очень мало делали, я все равно пыталась сделать, конечно, красивые, но их мы очень мало делали, и, конечно же, из-за этого я прям стеснялась каждый раз, Сначала, прямо в начале года, боялась рассказывать презентации, потому что для меня это еще таким казалось странным, необычным, но сейчас прям вообще классно, я прям обожаю выходить с презентажками, рассказывать и так далее, поэтому запаситесь флешками. Кстати, я уже пробовала писать статьи, не знаю, во всех вузах пишут статьи или нет, но мне очень нравится, что у нас уже мы пишем статьи, я участвовала даже уже в одной конференции, у меня сертификат там очень красивый, и я писала статью по истории, на самом деле это колоссальный опыт, я еще никогда не писала статьи, а тут уже пришла на первый курс, и уже мы начали всю эту деятельность, и я думаю, что это будет, конечно же, прям тоже одна из моих самых любимых деятельностей, потому что я обожаю что-то писать и так далее, это, конечно, не прям легко, с этим можно долго, так скажем, провозиться, но все-таки это классно, это интересно, и хотелось бы, конечно, побольше писать статьей, я думаю, что это все возможно, потому что много предлагают нам вообще в течение семестра разных конкурсов, разных конференций, ты можешь выбрать там и так далее, но я пока что еще учусь, и еще одну статью я писала, но это для предмета было, введение в профессию, я писала по менеджменту, по финансовому менеджменту, тоже было интересно, но вот я поняла, что мне все-таки по истории было писать статьи проще, как-то полегче, наверное, но это потому, что я просто еще не была знакома прямо на 100% с дисциплиной, все-таки финансовый менеджмент, поэтому тоже знакомилась и писала, расширяла свой кругозор, на самом деле реально классно, что мы уже на первом курсе пишем статьи, я думаю, что это поможет, возможно, в курсовых работах, в дипломных работах, потому что все-таки статьи это такой, так скажем, вариант работы, это все-таки не просто там какой-то реферат и так далее, а это больше, чтобы было, так скажем, твоего оригинального текста, чтобы у тебя была повыше оригинальность, конечно же, с каждым семестром у нас дисциплины будут сужаться-сужаться, то есть уже до нашего прям направления, до нашей, так скажем, профессии и так далее, и, конечно же, это круто, но сейчас тоже будут хорошие дисциплины, конечно, экзаменов у нас будет намного больше, у нас будет три экзамена, еще один зачет с оценкой, в этом семестре у нас был один экзамен по истории, я его сдала на пять, также у нас был дифференцированный зачет с оценкой, это был русский язык, вот, кстати, он тоже как бы такой общеобразовательный был, и я сдала его на 4, точнее, я сдала коллокфиум практически на максимум, но у меня по баллам была четверка, не хватило там вроде 3-4 баллов до пятерки. Я, конечно, довольна собой, рада, но с каждым семестром, наверное, будет сложнее и сложнее, буду пытаться, буду стараться, надеюсь, что все получится. Что, наверное, не меняется, это, наверное, то, что ты должен быть активным, чтобы тебя запоминали. Возможно, конечно, не все преподаватели тебя запомнят, когда ты отвечаешь постоянно и так далее, потому что студентов очень много, гораздо больше, конечно, чем учеников у учителей в школе, но все равно меня, я поняла, что запомнили многие преподаватели, это было как бы тоже интересно, но все-таки я как бы активничала на парах, я просто люблю все выполнять, я люблю учиться. Тоже поняла, что, в принципе, знаете, когда нам учителя говорили, что вот, за вами преподаватели, там бегать не будут, все будет очень там жестко и так далее, на самом деле такого как бы нет, то есть ты сам решаешь все свои проблемы, и, в принципе, в школе тоже за мной кто-то, никто не бегал, честно, я не помню такого, чтобы кто-то за мной там бегал, Юля, давай мы поставим себе пять, если тебе нужна была пятерка, ты сам работал на нее, и, честно, я вот не знаю этот стереотип такой, мне кажется, что это, честно, странная вещь, потому что ты всегда должен быть в ответе за свои оценки, ты сам выбираешь на что учиться, и, собственно, как учиться, все зависит только от тебя. Возможно, какие-то бывают личные, там, знаете, конфликты, но, честно, я такого не встречала. В принципе, это, наверное, все, что я хотела сегодня вам рассказать, немножко рассказала вообще того, что мне нужно было именно в университете сейчас, на первом курсе, что я поняла, так скажем, и, в принципе, что могу сказать, мое общее мнение, мне нравится учиться, потому что все-таки, знаете, хоть там иногда бывает на каких-то парах, возможно, неинтересно кому-то, да, кто-то говорит, что вот там вообще скучно, зачем это учеба и так далее, мне лично все нравится, у меня ничего особо не поменялось с момента, как я пришла на учебу, когда мне все нравилось, и с момента сейчас. Конечно, возможно, немного есть такая усталость именно, но сейчас была очень классная, так скажем, череда каникул, потому что у нас, получается, каникулы были аж с начала января до 6 февраля. Конечно, у нас был один экзамен, и нам было проще, что мы готовились только к одному экзамену, я где-то готовилась к нему недели-две, но все равно, как бы, были каникулы, не нужно было на учебу, это, наверное, тоже круто. Конечно, мы выйдем уже именно на следующие каникулы, где-то в середине июля, наверное, возможно, в начале июля, или, может быть, в конце июня, я пока, честно, не знаю, не особо вдавалась в эти моменты, потому что это прям месяц перезагрузки, это прям то, что необходимо. Как всегда, с вами была ваша Юля, всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч, и всем пока-пока!